До первой в этом сезоне премьеры в Геликон-опере. Всего пара дней. В театре взялись за оперу, которую Моцарт дирижировал в Вене незадолго до смерти, в сентябре 1791 года. Это волшебная флейта, которая нисходит со сцены уже более двух веков. Яркие, эксцентричные, фантастические. За кулисами в этих надувных нарядах солисты стараются передвигаться максимально аккуратно. Извините, я так не пройду. Конечно, когда первый раз появился костюм, это было что-то фантастическое для артиста. Понять вообще пластику, понять, как с этим работать. Поставить на сцене волшебную флейту режиссер Илья Ильин мечтал давно. Предложил ультрасовременную версию оперы Моцарта. Не стали погружать место действия в какую-то определенную эпоху. Не стали использовать исторические костюмы. А как раз в костюмном решении пошли, если можно сказать, на поводу Саши Фроловой. Для художника по костюмам Саши Фроловой это первый крупный проект в театре. Говорит, костюмы для героев волшебной флейты старалась сделать легкими, позитивными и в чем-то даже мультяшными. Волшебная флейта 21 века. Яркая, смелая, такая в меру безумная. И я надеюсь, что мы выдержали правильный баланс, который очень важен и в музыке Моцарта. Баланс между сложностью и простотой. И смелостью и пошлостью. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов три года назад вместе с Агнией Стерлиговой делал спектакль «Открытие геликон-оперы» после реконструкции здания театра. Тогда и возник замысел этой постановки, дерзкой и эпатажной. Мне кажется, что это должна быть интересная очень страница в истории нашего театра. Что касается Сергея Кузнецова и Агнии, еще хочу сказать, это продолжение традиции сегодняшней сценографии, потому что сегодня сценографы приходят в театр архитекторы. Ему было важно сделать опять очередной раз, найти что-то новое еще раз. Это большой серьезный вызов, я считаю. Волшебная флейта в геликоне будет идти в двух версиях, для детей и для взрослых. Разные составы, на разных языках. Отличия можно найти и в декорациях, и в костюмах. И даже финалы разные. Хэппи-энд в детской версии, а для взрослой аудитории – вечные вопросы, которых больше, чем ответов. Лидия Алешина, Андрей Тарасенко, Новости культуры.